И, драгоценное, сегодня я хочу поговорить на такую непростую тему, о которой вообще в последнее время редко говорят. Почему? Потому что в христианстве есть немало, да не только в христианстве, но и в христианстве в том числе, немало злоупотреблений на эту тему, немало манипуляций, немало обмана. Это знаете, какая тема? Не знаете? А? Я понимаю, что на многие темы есть манипуляции, поэтому трудно догадаться, что же я имею в виду. Хорошо, давайте откроем Псалмы, 49-й Псалом. И я прочитаю по современному переводу российского библейского общества несколько стихов здесь. 7-го стиха, 49-й Псалом, знаменитый Псалом Асафа. И вот посмотрите, слушай, народ мой, я буду говорить, Израиль, видите, обращение Бога к своему народу, но не просто обращение, я буду тебя обвинять, ибо я Бог твой. Не за жертву я буду тебя укорять, все сожжения твои всегда предо мной. Но не приму я твоих быков и козлов из загонов твоих, ибо все звери лесные мои, все животные на тысячах гор. Знаю я всех птиц на горах, и вся живность полевая моя, буду я голоден, будь я голоден, не стал бы тебя просить, ибо весь мир мой, и все, что в нем есть. Но разве я ем мясо быков? Разве пью кровь козлов? Принеси Богу жертву благодарения, обеты данную Всевышнему исполни. Это тема пожертвований. Вообще, какой смыслы жертвы? Порой у христиан понимание жертвы очень языческое, а язычники приносили жертвы своим богам с одной целью, чтобы богов умилостивить. Бог добрый, и тебе будет хорошо. Бог довольный. Ну, как вот помните в знаменитом мультике, в мультике, в фильме Буратино, да, ну и в книжке тоже там, я, правда, не помню, чтобы в книжке это было, но в фильме это было показано, когда Карабас-Барабас чихал, он становился добрее. Помните, да? В книжке тоже это было, да, в книжке тоже было, вот моя жена специалист по детским книжкам, вот, тоже это было. И вот, когда он чихал, он становился добрее, и можно было его о чем-то попросить. И вот точно так же вот мы думаем, мы принесем богу жертвы, да, этот дым поднимется в небеса, бог там надышится, натихается, и как-то подобреет и скажет, да ладно, хорошие вы, хорошие вы ребята. Вот это психология язычников. И точно так же мы приходим к богу, у нас есть пожертвования, мы собираем пожертвования, вот, ну и думаем, ну как-то вот как-то бог скажет, да, хороший ты парень, молодец. Ну, конечно, там чудеешь бывает, что-то странное делаешь, да, все равно нормально, как-то вот пожертвовал мне и решил не наказывать тебя. Но в действительности мы же понимаем, что это не так, это наивное, я бы так сказал, сказочно-буратинное представление о пожертвовании. В жертве заложена глубинная сущность, глубинный смысл. Не случайно, вот, в принципе, с первых же страниц Библии, когда только началась история человечества, да, то сразу же начинается рассказ о пожертвовании, да, потому что, ну такие первые полноценные люди, это Каин и Авель. Первые полноценные, потому что Адама с Евой трудно назвать, они люди, но не совсем полноценные. У них не было земных родителей, как, я помню, в одной из книжек Максима Горького, там персонаж шутил, говорит, как среди толпы голых людей всегда узнать, кто Адам с Евой. У них пупов нету, да, у них не было земных родителей, у них не было вот такого человеческого детства, что там папа с мамой, там тебя, ля-ля-ля-ля-ля, там как-то растили, не было. Поэтому они люди, ну, как бы такие полулюди немножко, не совсем полноценные люди. А вот Каин и Авель, это первые полноценные люди, и их история сразу же нам повествует о чем? О жертве. Еще до всякого закона, до всяких этих ветхозаветних постановлений о жертве, уже мы видим жертва. Получается, в жертве заложен какой-то смысл. Я вам хочу показать, вот то, что я, изучая Писание, увидел, вот три значения жертвы. Какой же смысл, вот три значения жертвы. И самое первое, жертва – это умение лишать себя чего-то в настоящем ради будущего. Первое. Потому что даже, смотрите, в самом земледелии ведь заложена жертва. Ты берешь часть семян, часть плодов каких-то, жертвуешь. Ты бы мог это как-то употребить на питание, но ты это жертвуешь, чтобы посеять. То есть ты чего-то себя лишаешь. Для чего? Для чего? Чтобы в дальнейшем это принесло тебе благословение. Это принесло тебе урожай. Очень интересно, что в начале 70-х годов в Америке, в Стэнфордском университете, проводили знаменитый зефирный эксперимент. Думаю, многие слышали об этом зефирном эксперименте. Проводил психолог Уэлтер Мишелл. И суть была такая. Детям детей собрали, там, по-моему, в эксперименте участвовало более 600 детей. То есть много детей было. И вот проводили психологи такое исследование. Приглашали, видите, детей по отдельности и давали им на блюде зефирку. Там на самом деле было немножко сложнее. Там выясняли, что там ребенок больше любит. Там кто-то печенюшку любит, там кто-то мармеладку любит. В общем, то, что ребенок очень любит. И ему говорили, что вот тебе эта зефирка, и ты можешь ее съесть сейчас. Но если ты подождешь, когда взрослый вернется, то вместо одной зефирки получишь две зефирки. И экспериментатор уходил. В это время за детьми велось скрытое наблюдение. И видели, что дети, они просто, они нервничали. Кто-то отворачивался от зефирки, чтобы не видеть искушения. Кто-то начинал с этой зефиркой играть, чтобы не проглотить ее моментально. А кто-то просто, как только закрывалось дверь, хватал зефирку и ее съедал. И когда возвращался, а примерно взрослый уходил минут на 15, в среднем минут на 15, когда экспериментатор возвращался, то перед большинством детей тарелочки были пустыми. И только одна треть дожидалась взрослого. Ждала эти 15 минут. То есть они, смотрите, лишали себя удовольствия в настоящем, чтобы иметь двойное благословение в будущем. Этот эксперимент многие, даже современные психологи, не любят, потому что наш век направлен на удовольствие. Реклама. Давай сейчас. Денег нет, займ возьмешь. Ну, не страшно, что ты в тысячи раз потом заплатишь больше за этот займ. Главное сейчас наешься зефира. Вот. Нужно сейчас все, да, ради удовольствия, ради удовольствия, да. Поэтому этот эксперимент до сих пор многие, даже психологи, критикуют. Это не нравится. Но интересная вещь в том, что когда в дальнейшем вели наблюдение за этими детьми, то оказалось, что вот эта треть детей, которые дожидались взрослого, учились в среднем лучше, занимались лучше, но это еще не все. Этот эксперимент был в начале 70-х годов, и потом в 80-е, в 90-е годы, когда смотрели на детей, то выяснилось, что дети, которые могли себя лишать этой зефиринки, чтобы потом получить две, лучше устраивали себя в жизни. У них, ну, как правило, и семейная жизнь была успешней, и профессиональная деятельность была успешней. То есть, драгоценные, о чем это говорит, да? Один из грани плода духа мы видим, это что? Терпение. Когда мы можем, не сейчас вот прямо, вот хочу сейчас удовольствие, вот мои хотелки, мои желания. Когда ты умеешь себя ограничивать в чем-то, в удовольствии, в хорошем, то потом ты можешь получить несравнимо больше, несравнимо больше. Поэтому в жертве, в действительности, огромный смысл заложен, огромное значение заложено в жертве драгоценной, огромное значение в жертве заложено. Потому что, когда вот ребенок сидит, да, и у него выбор, либо позаниматься, там, тщательнее сделать домашнюю работу, либо побежать и играть во дворе. Вот как вам кажется, что приятнее-то? Конечно, бежать во дворе. Конечно, получать удовольствие сейчас. Кое-как сделать что-то там, где-то, лишь бы отпустили родителей и побежал. Но когда у тебя есть вот эти навыки, и ты лишаешь себя вот сейчас от этого удовольствия, там, побегать вот, там, лишние, может, там, час-полчаса, чтобы просто позаниматься в дальнейшем, это приносит дивиденды в твоей жизни. И как в этом Стэнфордском зефирном эксперименте, так и в жизни большинство людей выбирают удовольствие. Потому что мы вырастаем, наши хотелки тоже вырастают, наши желания вырастают. Мы часто смотрим на кого-то и думаем, ну, этому повезло. У него больше, у него просто повезло. Поэтому люди часто не любят успешных. Не любят. Потому что нам кажется, что это все несправедливо. Как, помните, в знаменитом фильме «Бриллиантовая рука»? Я, на его месте должен быть я. Так же вот мы смотрим на всех там. Вот на этом, в этом Мерседесе должен быть я. Вот там вот, в этой должности должен быть я. Почему-то не я, не я. И мы всегда смотрим на результат. А смотрим ли мы вот на себя, на характер? Потому что ведь жертва – это необходимый компонент нашего характера. Необходимый компонент дисциплины. Как-то помню, мы с Дианой были в одном российском городке. И я там проповедовал, служил. А она перед моей проповедью пела несколько гимнов. И она так удивительно пела, что просто Божье присутствие наполнило. Я почему всегда с Дианой люблю ездить? Потому что вот, когда она сначала поет, люди так располагаются. И потом, как бы я не проповедовал, все радостные уже все равно. Всем все нравится. А так мне приходится самому пробиваться. Вот. И мы были с ней вдвоем. Она так пела чудесно. И такое было присутствие. Я потом ее проповедовал. И пробовать как-то так уже пошла. И после окончания собрания к нам подходит такой пожилой дедушка, служитель той церкви. Подходит к Диане и говорит. Как же тебе повезло. Без всяких трудов и усилий поешь, как соловушка. Так легко, без всяких усилий. Я смотрю на него, думаю, ты что? Понимаете, чтобы что-то делать легко, нужно намного больше усилий прилагать. Когда оперная певица поет, и ты чувствуешь, как ей непросто. Это она плохо поет. Потому что высокий уровень, когда люди делают сложнейшие вещи, так, как будто это легко и свободно. Понимаете, да? Я думаю, ты не понимаешь. А как раз тут был период, когда Диана так много занималась. Помните, еще альбомы записывали. И она каждый день занималась часами. Я думаю, неужели ты не понимаешь, чтобы вот так вот петь, как соловушка. Дар Бог дает всем. Об этом в притчах сказано. Но кто-то его употребляет, а кто-то просто его зарывают в землю. Сколько зарытых талантов. Чтобы дар благословлял людей, им нужно много трудиться. Поэтому дар – это хорошо. Но это далеко не все. Необходима работа. Необходим труд. А работа и труд – это самоограничение. Это жертва. Потому что вот чуть-чуть научился и пошел покорять мир. Как современные звезды. Смотришь, они везде, но уровень нижайший. А вот когда ты понимаешь, да, я уже что-то могу делать, но я ограничу себя, чтобы еще больше заниматься. Чтобы еще больше. Да и так сойдет. У нас же так в России. И так сойдет. Нет, не сойдет. И ты ограничиваешь себя, в том числе в каких-то удовольствиях. Ты приносишь в жертву. Какая-то радость бывает в настоящем, чтобы потом пожать благословение. Мы тут недавно с Дианой в моем кабинете прибирались. У меня дома есть такой кабинетик маленький. И мы там как-то прибирались, потому что нужно было онлайн-трансляции делать. Мы решили из кабинета делать онлайн-трансляции. Потом там кое-что убирали, кое-что переставляли. И я достал впервые за долгое время тетради, в которых я еще в 90-е годы, в 2000-е годы писал разные конспекты. Или там читал книжки, писал, выписывал цитаты. Или писал свои мысли там по поводу либо каких-то фильмов, либо каких-то там литературных произведений описал. А там ничего не видно так в шкафах. А вот тут мы начали доставать, чтобы там все протирать. И вы знаете, мы смотрим. Одна стопа в тетради, исписанных вручную. Вторая, третья стопа. Я смотрю, думаю, Господи, сколько я понаписал. Причем я ведь это писал, думая, что потом я это буду перечитывать. Мысли умных. Я смотрю, я знаю, что я никогда это уже не перечитаю. Я весь остаток жизни должен провести, перечитывая это. И кажется, ты писал, что потом перечитывать, а так и не перечитываешь. Это было не напрасно. И когда говорят, ой, Виктор, тебя так хорошо. Тебя везде приглашают, там везде ездишь, проповедуешь. Так легко и свободно. Там где-то то в Калифорнии, то еще где-то. Вот повезло ж парню. Там смотри, сколько тетради лежит. Понимаете? За всем... А это невидимо. Даже для меня долгое время невидимо было. Я тут недавно... Часто все легко. У меня там все в компьютере, да, все в ноутбуке. Поэтому как-то это... А тут я смотрю, все вручную. Стопы от полутетради. Я сидел и занимался, сидел, сидел и занимался. Намного лучше было с пастырами на шашлыки или, как любят пастыры, в баню. Я сидел там, писал, чтобы потом переживать благословение. Понимаете? За всем этим стоит жертва. Мы понимаем, конечно, да, есть и случаи в жизни. Я об этом также как-то проповедовал. Но случай должен прийти на какую-то базу, на какое-то основание. А этим основанием и является наша жертва. Насколько мы готовы с чего-то лишить себя, каких-то хороших вещей, каких-то удовольствий ради дальнейших благословений. Потому что жертва – это необходимый компонент успеха. Необходимый компонент. Это важная очень грань. Но это еще не все. Есть еще вторая сторона смысла жертвы. Порой нашими проблемами являются не какие-то вещи или люди вокруг нас. Порой основными нашими проблемами являемся мы сами. И когда мы говорим об изменении, часто необходимо жертвовать тем, кем ты являешься сегодня, ради того, чтобы стать кем-то в будущем. То есть жертва – это необходимый компонент развития. Я сейчас это поясню на примерах. В мифологии, я как профессиональный религиовед, да, помню, изучали, есть такая птица, птица-феникс, наверняка слышали. Есть разные варианты мифа о фениксе в разных народах, но суть одна. Птица-феникс регулярно сжигает себя, вот, кстати говоря, изображение, одно из древних изображений, вот эта птица-феникса, регулярно сжигает себя практически дотла, чтобы потом восстать из пепла. Там по некоторым вариантам легенд каждые 500 лет, там по другим каждый 1000 лет, по третьим каждый год, но это не имеет значения. Вот она сжигает себя, чтобы восстать обновленной. И поэтому считалось, что эта птица бессмертна. Она все время чего-то лишается. У древних христиан феникс часто символизировал Иисуса Христа. Может быть, кто-то обращал внимание, что на гробницах ранних христиан очень часто встречалось изображение феникса. Как бы вот восстановление, как символ некого воскрешения. Умираешь, чтобы восстать обновленным, да, в новой жизни. Это же суть нашего крещения. К сожалению, мы, как и многое, да, мы христиане, свели крещение часто к обычному обряду. Вот крестился когда-то там в детстве или еще когда-то, вот все хорошо. Но в действительности, вот этот само обряд крещения, это некий символ нашей христианской жизни. Это необходимо делать регулярно. Почему, заметьте, в Ветхом Завете не нужно было принести однажды великую жертву, а нужно было приносить жертвы каждый день. Каждый день. И это процесс обновления. А так страшно часто избавиться от чего-то, да, вот, потому что мы так себя ценим. Но часто вот то, что ты ценишь, как говорят, хорошее, враг лучшего. Чтобы что-то получить лучшее, часто нужно избавиться от того, что хорошее. Не то, что бери Боже, что мне не гоже. В этом ведь смысл. Не то, что Бог придирчивый, да. Вот хочу, чтобы вот мне обязательно приносили жертву без пятна и порока. Только так и никак иначе. Зачем? Мы читали с вами псалом, да, Асафа. Бог говорит, да я не пью кровь и не ем тельцов. А если бы захотел вся земля моя, ведь животный мир мой, говорит Бог. Бог, зачем же Бог не просто предъявляет требования к жертве, но чтобы это была еще жертва самого лучшего, да, первородного, без пятна и порока. Почему мы приносим вот это хорошее, иначе мы не получим лучшее, иначе мы не станем лучшим. Вот какой смысл в этой жертве. Это вот как, знаете, как лес. Я однажды с удивлением узнал, что лес, послушайте, должен периодически гореть. Лес должен, там накапливается сухостой, и он должен периодически гореть. Таким образом он очищается от сухостоя. И продолжает расти, продолжает жить, продолжает развиваться. И когда при современных технологиях научились, особенно вот в западных странах, где очень развитые технологии, предотвращать пожары и не дают лесу гореть, в итоге в лесах накапливается столько сухостоя, что потом искра и лес так горит, начинает, что сгорает верхний слой почвы, и потом уже на этом месте долгое время ничего не растет. Бывает, веками ничего не растет. Поэтому выбор, либо регулярное самосжигание, либо уже в такое, такой пожар, после которого уже невозможно восстановиться. Почему говорят часто вот кризисы, да, в жизни человека, кризис среднего возраста. Вот сегодня говорили про кризисы, да, когда вот ты, ничего не меняется в жизни, ничего не меняется в жизни, ничего не меняется в жизни, а потом такой кризис, хоть вешайся иди уже, человек все теряет, смысл теряет, не знает, как жить дальше. Не лучше ли регулярно, периодически, да, у какой-то птица-феникс от чего-то освобождаться, от чего-то освобождаться, не от ерунды, а от того, что ты ценишь в себе, ценишь в себе. Сколько у нас в церкви примеров, когда люди говорили, вот освобождаешься от чего-то, да, помню, у нас одна сестра, да, у нее была хорошая работа, она в банке работала, и тут во время одной из моих проповедей она услышала слово, да, и поняла, что да, хорошее место, за которое обычно держится. Но у нее была мечта что-то большее получить, и она уволилась из банка, там говорили, ты что, с ума сошла? Такое место. Еще были такие годы в России, когда, ну, с работы было. У нас это с работы непросто, но иногда очень непросто. Вот. Она пошла и с нуля начала бизнес, и многие не верили, даже близкие люди часто. Но сегодня бизнес так развился, и она стала очень состоятельным, прямо скажем, человеком. Эта сестра. Понимаете? Мы от чего-то... А это страшно. От ерунды-то хорошо освободиться. А, пускай горит. А, не жалко. Да и лучше даже, да? Как вот мы камень жжем, и там собираемся, какую-то ерунду. И точно так же мы думаем, вот, вот, какую-то ерунду соберем, вот, жертва Господа. Не-не-не-не-не-не-не. Ему не надо это. Ему только самое лучшее. Это что такое вот? Что тут за претензии? А вот такие вот. Может, тебе это надо? А ему это не надо. Это тебе надо. Вы понимаете? Тебе надо часто расстаться с хорошими. Часто нужно расстаться с некоторыми людьми, чтобы лучшее получить намного. Ну, это же... И тут же приходят страхи. Тут же приходят паника бывает, нервозность приходит. Это всегда некоторая борьба от чего-то хорошего, нужного тебе. Избавиться. Борьба. Но в итоге, драгоценное, периодическое, умеренное самосжигание намного лучше тотального уничтожения, когда уже смысла после этого нет никакого. Поэтому важно, я не думаю, не случайно, Бог разбил время на такие отрезки, да, месяцы, годы. И вот уже год близится к завершению. Вот у нас уже адвент рождественский, вот у нас уже ясли мы видим, свечи адвента мы видим, год близится к завершению. И я каждый год говорю верующим, говорю нашим прихожанам, не просто готовьтесь к празднику, не просто как сумасшедшие, а, черная пятница, а, распродажи, а, подарки, ревизию в жизни наведи, пойти суетиться. Год суетился, бегал, перед Новым годом суета, сует уже начинается. Наведи ревизию в жизни, просмотри свою жизнь. Сегодня вот прекрасный вопрос прозвучал, да, какой для вас был 2020 год? Я вам скажу, это был лучший год моей жизни, самый лучший. Да, может быть, он был один из самых тяжелейших годов. Да, утраты, я знаю, у многих были утраты. Это был самый интересный год жизни, самый интересный. Было столько времени вообще ревизию навести в жизни. Если ты не успел, хотя бы перед Новым годом, посмотри в своей жизни. Это мне надо, это мне надо. Знаете, вот мы у нас в домах, вот бывает, думаешь, как, знаете, вещей много, а носить нечего. И вроде бы хочется чего-то нового, да места в шкафу нет. И решаешь навести ревизию в шкафах, чтобы убрать часть, освободить место. Ну, это надо, это я, наверное, в поход пойду, это я на рыбалку, это на дачу, это я детям отдам, это я как-нибудь на благотворительность. И ты смотришь, а все надо. Почему, говорят, если ты какую-то одежду года три не носил, все никогда не будешь носить. Просто нам по уму, то нам все кажется, вот мы так просчитаем, ну, может быть, в космос полечу, понадобится. И мы начинаем, вот это как-то нам, вот, зачем тебе это надо? Ну, это же еще хорошее. Так жертвы-то от двоих хорошие. У нас иногда люди, которые занимаются благотворительностью, они плачут, когда они видят, что им приносят на благотворительность. Это ведь правда, мы большую часть выкидываем, потому что у нас этот принцип, бери, боже, что не, не, гоже, тут все разорвано, ну, ничего, подошьют. Ты не подшил, это твое было, думаешь, это кто-то будет подшивать другой, что ли? И мы вот, вот, не понимаем, что жертва, это часто от хорошего освободиться. Ради чего? Ради лучшего? Ради большего? Ради развития. И я только так, как ты можешь развиваться. Но это еще не все. И тут мы переходим к третьей части, к третьей грани смысла жертвы. Как вы думаете, вот самая большая жертва какая? Ну, самая большая жертва. Что? Христиане говорят Иисус. Это правильный ответ. В принципе, Иисус это правильный ответ абсолютно на любой вопрос. Какая пища? Иисус. Что будешь пить? Иисус. Что было в прошлом Иисус, в будущем Иисус, в настоящем Иисус? Ну, если более определенно. Да, правильно. Самая большая жертва это жизнь. Не случайно, ведь в основном были разные жертвы. И хлебные жертвы, и разные жертвы. Но жизнь, да? Почему Бог прежде всего требовал, чтобы приносили в жертву агнцев, да? Тельцов. Жизнь. А есть ли что-то большее? чем просто жизнь? Да. Что? Самопожертвование. Больше, чем самопожертвование. Больше, чем жизнь своя. Знаете, какая жертва? Жизнь своего ребенка. Если люди за кого-то и готовы умереть, это за своих детей. За собственных детей. Потому что твой ребенок, мы говорили, смысл жертвы, жертвуешь настоящим ради будущего. А ребенок и есть твое будущее. И есть твое будущее. И ты уже не настоящая ради будущего. Что, в принципе, логично. Все, что я говорил до этого, оно логично. Даже для людей, которые не верят в священное писание, не принимают Библию. А вот тут мы сталкиваемся с чем-то иным. Потому что жертва это проявление веры. И тут я хочу открыть книгу Бытие 22 главу. Давайте откроем. Бытие 22 глава. Вот знаете, есть некоторые истории в Библии. Вот сколько бы ты их не читал, сколько бы ты не думал, сколько бы ты о них не проповедовал, всегда эти жертвы, эти истории, они как вызов. Потому что они настолько расходятся с разумом, с нашим человеческим рассудком, с моралью даже нашей человеческой, с пониманием добра и зла расходятся. Вот такая история. Бытие 22 глава. здесь говорится про Авраама. Авраам человек, живший за две тысячи лет до Иисуса Христа. То есть вот то же самое расстояние, которое отделяет нас от Христа 2000 лет, то же самое расстояние отделяло Христа от Авраама. Это человек, который удивительный на самом деле, удивительнейший человек. Назван в Библии отцом веры, который понял тщетность язычества, тщетность многобожия. Этот человек пришел к осознанию, единого Бога. И он оставил Урхалдейский, оставил дом своих родителей, землю своих отцов и пошел. Пошел за единым Богом. И Бог его благословлял. Но была одна проблема. У него и у жены не было детей. Не было будущего. Не было, кто бы наследовал все это богатство, все эти благословения. Они молились, они ждали. И когда Аврааму было 75 лет, Бог ему сказал, у тебя будет ребенок. Он ждал год, два, пять, десять, а ничего не менялось, кроме того, что они старели, он и его супруга. И тогда, когда ему было 85 лет, он решил от служанки зачать ребенка, от Агарь. Агарь, очень интересно, она не просто была служанкой, она была египтянкой, что тоже символично. У них родился Измаил. Помните эту историю? Измаил, который является традиционно считается прародителем арабских народов. И в сто лет, когда был Авраам, у них старый родился Исаак. Они уже сами почти не верили, помните, смеялось, поэтому назвали Исаак смех. Бог любит посмеяться иногда над смеющимися. Он тот, кто всегда смеется последним, поэтому лучше смеяться с Богом, чем над ним. И вот родился ребенок, будущее. Вот представьте себе, у нас, когда родился Женя, мне было сколько? 42? 41 год. Уже как бы считается, ну, не рано, прямо скажем. А в сто лет ребенок у тебя сын. Уже сейчас мои старшие дети, дочки говорят, пап, ты что-то с ним такой мягкий, такой добрый с ним. Ты с ним ведешь не как с нами. С нами вы с мамой строгими были, а с ним вы как бабушка с дедушкой уже. Все можно. Нам такие слова не проходили, как ему, да? Ну, вот уже бывает такое, да? А представляешь, сто лет уже как прабабушка с прадедушкой себя ведешь в отношении этого ребенка. Я думаю, пылинки сдували из него. И вот он рос, мальчик смышленый, хороший, талантливый, да? Все хорошо. И вот Бытие 22 глава. Я тоже прочитаю по переводу современному российского библейского общества. Я это часто делаю в последнее время, чтобы на знакомые истории мы как бы освежили свой взгляд. А не как уже заученные стихотворения это все читали. Бытие 22 глава. Сначала прочитаем. Спустя некоторое время после этих событий Бог подверг Авраама испытанию. Авраам сказал ему Бог. Да? Отозвался Авраам. И Бог сказал, возьми своего сына, единственного, любимого Исаака и иди с ним в землю и моря. Там на горе, которую я укажу тебе, ты принесешь его в жертву всесожжения. Представьте. То, что люди приносили в жертву детей, для Авраама не было новостью. Язычники приносили в жертву детей, чтобы умилостивить своих богов. Но, что единый Бог, истинный Бог, не плод людской фантазии, не мертвые, глухие и слепые идолы, живой Бог просит принести всесожжение сына. не случайно на эту историю столько разных толкований. А вот тут это имеется в виду так, а это тут имеется в виду так. Мы как будто хотим очень Бога оправдать. Вместо того, чтобы читать, как написано, и постараться понять, а не оправдать Бога. И вот третий стих. Вообще ничего не написано. Что там Авраам подумал, что сказал? Мы можем лишь догадаться, что творилось у него внутри, учитывая все, всю эту многолетнюю историю, которая привела к рождению Исаака. Но третий стих говорит, на утро Авраам оседлал осла и взял с собой двух слуг. Взял Исаака, нарубил для всесожжения дров и отправился в путь к тому месту, о котором говорил ему Бог. На третий день пути посмотрел Авраам и увидел вдали это место. Побудьте здесь, постерегите осла, сказал он слугам, а мы с мальчиком пойдем, поклонимся Богу и вернемся к вам. Он взял дрова для всесожжения и положил их на плечи Исааку. Потом взял огниво, взял нож и пошел дальше вдвоем с Исааком. Исаак окликнул Авраама, отец, да, сынок, отозвался Авраам. Тот спросил, у нас есть и огниво, и дрова, но где ягненок для всесожжения? Сынок сказал ему Авраам, Бог видит, где ягненок для всесожжения. И они шли дальше вдвоем, дойдя до места, о котором говорил ему Бог, Авраам устроил их жертвенник и разложил на нем дрова и связал Исаака, положил его поверх дров на жертвенник и достал нож и занес над сыном. И когда воззвал к нему с неба ангел Господен Авраам, Авраам, да, отозвался тот, не поднимай на него руки, сказал ангел, ничего ему не делай, теперь я знаю, что ты боишься Бога, ты не пожалел отдать мне своего единственного сына. И Авраам увидел барана, запутавшегося рогами в зарослях, он подошел, взял барана и принес его в жертву всесожжения, вместо сына, место, где все это было, Авраам назвал Яхве Ире, отсюда и поговорка, на горе Господней будет все, будет видно. И вновь ангел Господен возвал к Аврааму с неба, самим собой клянусь, говорит Господь, за то, что ты это сделал, не пожалел отдать единственного сына, я тебя благословлю, я дарую тебе потомков числом, как звезды на небе, как песок на морском берегу, и падут перед твоими детьми вражеские врата, твое потомство будет благословением для всех народов земли, за то, что ты был послушен мне. Я в последнее время, поверьте, это не то, что я так решаю, как-то Бог наполняет мое сердце, во время проповедения использую разные шедевры искусства. И не так давно я проповедовал о величайшей картине Рембрандта Ван Рейна «Возвращение блудного сына». Помните? Кто-то не смотрел советую, обязательно пересмотрите эту проповедь. Обязательно. И картину «Возвращение блудного сына» Рембрандт написал, точнее, закончил писать в последний год своей жизни. Написал, через некоторое время умер, когда ему уже было 62 года. И я в этой проповеди подробно рассказывал вообще о жизни, которая была у Рембрандта вот в эти последние годы жизни. И не случайно картина «Возвращение блудного сына» считается шедевром его позднего творчества. А шедевром его раннего творчества считается другая его картина, которую он написал в 1635 году. Знаменитая картина «Жертвоприношение Авраама». Вот вы видите ее. Находится так же, как и «Возвращение блудного сына» у нас в Петербурге в Эрмитаже. И эту картину написал художник, которому было 29 лет. И как раз в это время Рембрандт был на пике и успеха, и славы, и заказы. Недавно очень успешно женился. Все у него было хорошо. И вот у него рождается первый сын, его первенец. И умирает в младенческом возрасте. Такая первая серьезная трагедия. всегда во время трагических событий своей жизни Рембрандт обращался к библейским сюжетам. Вот почему у Рембрандта большая часть творчества это библейские сюжеты, что для голландцев того времени уже было не характерно. Они стремились как-то духовные вещи через там картины, пейзажи, натюрморты даже передавать. А Рембрандт через библейские сюжеты. Но Рембрандт никогда не занимался тем, что просто иллюстрировал Библию. Он это все пропускал через себя и во всем этом мы видим события его жизни. Я очень вам хотел именно это показать, когда мы говорили о возвращении блудного сына. В этой картине то же самое. В год гибели смерти своего первенца он пишет эту картину жертвоприношения Авраама. И тоже вы знаете, если вы сравните с картинами того времени, часто как-то на лице Авраама особо ничего не выражается там. Либо он очень серьезный. Я вот когда смотрел, вот как-то буквально сейчас готов зарезать, тут его останавливают. А тут мы видим совершенно противоречивые чувства на лице Авраама. С одной стороны, у него решительность, да, мы видим и рука такая решительная, и нож у него. Одновременно и решительность, и смятение. Вот эти вот противоречивые чувства, когда уже вот как-будто одно мгновение и связанный сын Исаак лежит, причем, заметьте, вот Авраам как будто вот своей рукой держит его за голову, да. И с одной стороны, чтобы он, может быть, не слышать крика, а с другой стороны, чтобы не видеть глаза. Обратите внимание, здесь точно так же, как на возвращении блудного сына. Мы лицо сына-то не видим. Как поет Борис Борисович Гребенщиков, так что в лучших книгах всегда нет имен и в лучших картинах лиц, потому что это не просто иллюстрация, это некое послание. У каждого из нас есть свои Исааки, и мы можем видеть их лица здесь. Это лицо закрыто, и наверняка это было так же сделано, чтобы глаза не встретились, и чтобы сын не увидел глаза отца, убивающие его, и чтобы отец не видел глаза сына. Может быть, он и не смог бы этого сделать, если бы он увидел эти глаза. И вот он уже занес нож, и в этот момент ангел, видите, хватает его за руку. И вот ощущение, если в картине возвращение блудного сына, свет словно идет от отца на сына, то в этой картине свет, если вот всю картину покажите, свет идет от ангела, и словно он озаряет лицо отца, и падает, и озаряет тело сына, полуобнаженное, как вот по Ветхому Завету, без пятна и порока, вот как агнец, идет, он хватает его и останавливает его. И понятно, что эту картину Рэмбонд рисовал прежде всего не для людей, для Бога, как возвращение блудного сына. Ему даже никто это не заказывал, возвращение блудного сына, он это для себя делал. Это были его отношения с Богом, точно так же и здесь, это же Рэмбрандт выясняет свои отношения с Богом, Бог, вот остановлена была рука, и сын-то выжил, а мой почему? Мой-то почему нет? Мой-то умер, и не воскрес, и его нет. Я вам рассказывал биографию Рэмбрандта, у него и второй ребенок умер в младенчестве, и третий ребенок умер в младенчестве, четвертый выжил, но в 26 лет, и он умер от чахотки. Когда рисовал эту картину Рэмбрандт, он, конечно, эти будущие события не знал, он переживал вот эту первую свою потерю. вот мы можем смотреть на безлицую фигуру сына и видеть свои потери в жизни, смысл, которым мы не видим. Ну, хорошо, все, что я говорил до этого, жертвуем настоящим ради будущего, а когда будущее уходит, когда мы будущим жертвуем, когда ничего, ведь потомков у Рэмбрандта не осталось, а это то для чего было, а это зачем, ради чего, какой смысл, ладно ради перспективы, может быть, я готов быть среди той третьей, которой ждут и не едят зефиринку, а когда ничего, ради чего это жертва, ничего не получаешь, ничего не приходишь, и как будто вот эта темнота впереди, и мы окунаемся в эту темноту, которая можно назвать незнание и непонимание, и только когда мы сталкиваемся вот с этим незнанием, непониманием, только тогда мы и можем понять суть веры, потому что наше поколение, мы даже веру рационализируем, делаем ее служанкой наших хотелок, наших желаний, а в Библии вера это намного больше, чем просто по щучьему велению, по моему хотенью, потому что по сути, если ты знаешь, нет смысла верить, вера, доверие, когда ты не понимаешь, и когда ты не знаешь, знаете, очень интересно, я помню, когда моя супруга Диана училась в консерватории, они там разбирали на философии Киркигора, и тогда, помню, впервые это очень сильно коснулось, и она прочитала знаменитый труд Киркигора «Страх и трепет», который посвящен именно вот этому сюжету, жертвоприношению Авраама. Там в этой книге Киркигор рисует Авраама как рыцаря веры. И я вам хочу прочитать один небольшой отрывок вот из этой книги «Страх и трепет», а «Страх и трепет», почему Киркигор назвал свой труд так, знаменитейший труд, легендарный труд, «Страх и трепет», он видел как бы в Исааке. Страх и трепет в руках отца. И вот, что пишет Киркигор, маленький кусочек. «Любовь имеет своих жрецов в поэтах, и порою слышатся голоса, весьма умело отстаивающие любовь». О любви не только в церкви говорят, и поэты, и писатели. А сколько уж песен-то о любви, а? И вот после этого Киркигор продолжает. «А вере же не слышно ни слова, кто отдает ей честь, кто словит эту душевную страсть. Философия идет себе мимо, богословие сидит нарумяниное у окна и заискивает перед философией, выставляется перед ней на показ свои прелести. Трудно, дескать, понять Гегеля, а вот понять Авраама пустое дело. Перешагнуть через Гегеля чудо, а перешагнуть через Авраама легче легкого. Что до меня, пишет Киркигор, то я потратил немало времени на то, чтобы понять философию Гегеля и полагаю, что мне удалось маломальски уяснить ее себе. зато я едва пытаюсь уяснить себе Авраама, как чувствую себя словно уничтоженным. Тут я ежеминутно сталкиваюсь с тем чудовищным парадоксом, который составляет содержание жизни Авраама. И этот парадокс заставляет меня отпрянуть назад. Мысль моя, несмотря на все свое страстное стремление не в силах пробить в этом парадоксе брешь и продвинуться вперед хоть на волосок. Но я не думаю, не позволяю себе на этом основании думать, будто вера это нечто незначительное. Напротив, я пытаюсь ее высочай, я почитаю ее высочайшей вершиной и считаю нечестным со стороны философии, что она подменяет веру чем-то другим и смотрит на веру свысока. И вот тут, знаете, Киркегорца поставляют, вот люди там философия, вот Гегель, вот Кант, немецкая философия. Попробуй прочитай это, попробуй понять. Можно одну страницу там Канта, критика чистого разума или Гегеля читать и перечитывать и не понимать. А это что? Это что такое? Что это за сказки? Что это за такое? И Кикикегорца осознал, говорит, да, я изучал, я философию Гегеля изучал и как-то маломальски постиг. Но когда я думаю про Авраама, про жертвоприношение Авраама, про веру Авраама, это выше разумения. Поймите, понять это никогда нельзя. Мы никогда этого с вами не поймем. Сколько бы образования мы не получили, и как бы мы не расправились с Гегелем и с прочей всей немецкой философии. Потому что здесь не сфера разума, здесь намного другое, здесь сфера огромное незнание. Авраам верил, верил, верил. Вот почему, когда в Новом Завете автор послания к евреям вспоминает людей веры из Ветхого Завета, то он так пишет про Авраама. Вот смотрите, евреям, 11-я голова, 17-й стих. Тоже по современному переводу прочитаю. Благодаря вере Авраам, когда его испытывал Бог, принес в жертву Исаака. Он готов был пожертвовать единственным Сыном, тем, который был Ему обещан, и о Котором было Ему сказано, твой род продолжится через Исаака. Он считал, что Бог способен воскресить даже из мертвых. И Он образно говоря, и получил его из мертвых. Когда мы с вами читаем Новый Завет, мы видим, как удивительно, сколько много совпадений в жертвоприношении Авраама и в евангельском рассказе, как Исаак шел с хворостом, так и Сын Божий Иисус Христос шел с крестом. Как Исаак поднимался на гору моря, так и Иисус поднимался на Голгофе, который тоже в том же месте находится, тоже это земля моря. Поэтому многие говорили, что тут вера не только была Авраама, вера была Исаак, он уже был молодым, крепким юношей, а папа-то был старым, если бы вырвался, мог бы убежать. Не случайно вот я вам прочитаю маленькую цитату Иоанна Златоуста, но кому здесь более изумляться, мужественному ли духу праотца или покорности сына. Он не убежал, не огорчился поступком отца своего, но повиновался и покорился его намеренью и как агнец безмолвно возлежал на жертвеннике, ожидая удара от руки отца. И как по сути вот три дня они шли, да, Авраам на эту гору с сыном. Я думаю, вот эти три дня, когда ты смотришь на сына, понимаешь, его как бы он есть, а его как бы нет. Он как будто три дня для него мертвым-то и был. И опять три дня новозаветнее, на третий день воскрес. И вспоминаем эту знаменитую и одновременно загадочную фразу Иисуса Христа Авраам видел день мой и возрадовался. Мы только догадываемся, что Авраам видел. Но это вера, которая не подчиняется никаким критериям, никакой понятием об этике, морали. Она словно открыла для него то, что человеческим умом не понять, не постичь, и тем более увидеть было невозможно. А он увидел. И он возрадовался. Точно так же, драгоценное, когда мы с вами проходим через этот 2020 год, мы многие вещи, может быть, понять не можем. Для нас много необъяснимых вещей, много загадок, много вещей, о которых мы можем честно с вами признаться. мы не понимаем, почему они так. Мы не знаем. Вокруг тысячи каких-то странных пророков, провидцев, знатоков, которые всегда назначают туда-то конца света, то все пытаются объяснить, притянуть книгу откровения. Потом ничего не происходит, они исчезают на время, новые появляются с новыми пророчествами. И вот эта вот, знаете, пророческая суета сует, вот эта вот апокалиптическая суета наступает. Но если мы честно признаемся, мы многого не понимаем. Многие вещи для нас нелогичны. Я знаю, да, с одной стороны, я вначале сказал, это интереснейший год, но я ведь понимаю, как много потерь в этом году. И это совсем не радостно. Это совсем не радостно. Это совсем необъяснимо. И вот тут мы сталкиваемся с этим вызовом. Что такое для нас наше христианство? Это логичность? Завернутая в духовность? Или это вера, когда мы много совершенно не можем ни понять, ни объяснить, не видим никаких причинно-следственных связей, но мы доверяем Богу, понимая, что все в Его руках, даже когда не видим смысла в Божьих действиях. Я думаю, не случайно в прошлом году Бог словно готовил нас к этому 2020 году, когда мне в сердце вложил, помните, год назад мы разбирали с вами книгу Иова. Вся книга, говорящая о непонимании Иов, тоже тот, кто потерял своих детей, не видел смысла ни в чем. Но что интересно, в конце книги он сказал такие слова, раньше я слышал о Боге, а теперь мои глаза видели его. Знаете, как будто сталкиваясь с этим незнанием, непониманием, нелогичностью и бессмысленностью, нам с вами открывается что-то большее. Это то, что я вам хотел показать, когда проповедовал о Пиетта Микеланджело Буонаротти. Как будто, вы знаете, вот этот взгляд Марии, как будто ты ныряешь в эту бездну темноты, смерти, непонимания, пережив собственного ребенка, чтобы даже там, в этой бездне увидеть свет, свет Божий, который выше любого ума и мир, который выше всяческого разумения. И вот тогда ты начинаешь не просто, да, как Иов, слышать о Боге, ты словно его видишь, причем ты его начинаешь абсолютно видеть во всем. Полнота наполняющая все во всем. и как это отличается от христианства, которое входит в церковь, только чтобы что-то получить в своей жизни. И если не получается, там, не получилось раз, не получилось два, не получилось три, да нужен мне ваш Бог. Ну, молился, и что дальше? Ну, постился, и что дальше? И что дальше? Жертвовал тут вашу церковь, и что дальше? Этот заболел, этот умер, это не получилось, с работы уволили, к чему сия трата? И я хочу закончить словами из пророка Исаии, через которые вот в последнее время мне и нашей команде служителей Бог очень много говорит. И я хочу открыть первую главу Исаии. И прочитаем опять по современному переводу с 11 стиха. И вот Бог говорит народу своему, не нужны мне ваши обильные жертвоприношения. Знаете, вот эти корыстные жертвоприношения с земной логикой, они часто не нужны Богу. Говорит Господь, сыт я сожженными баранами и жиром откормленного скота. Мне не нужна кровь быков, кровь баранов, кровь козлов. Не нужна. Вы являетесь предо мной, но кто требует всего этого от вас? Зачем вы топчете дворы храма моего? Довольно приношений никчемных, их дым омерзителен мне. Новолуние, субботы, собрания нестерпимы. Мне празднества грешников, новолуние и праздники ваши возненавидел я, а не втягость мне. И устал я их терпеть. Ко мне простираете руки, но я отвернулся от вас. И сколько бы вы не молились, не буду я слушать вас. Ваши руки в крови. Омойтесь, очиститесь, удалите прочь от лица моего ваши злые дела. Перестаньте творить зло, научитесь сделать добро, стремитесь к справедливости, помогайте угнетенному, защищайте сироту, заступайтесь за вдову. Давайте же говорит Господь будем с вами судиться, если ваши грехи как багровая ткань сойдут ли они за снег, если они как пурпур сойдут ли за белую шерсть, согласитесь мне покориться, насытитесь плодами земли, а откажетесь будете бунтовать, станете добычу и меча. Вот что изрекли уста Господа. И видите, здесь Бог показывает суть жертвы, сначала Он показывает неверную суть, когда мы жертвуем для чего-то, мы жертвуем и помолимся еще, чтобы Бог ты ответил, а чтобы наверняка ответил, вот тебе пожертвование, вот я пожертвование. Бог говорит, что суть пожертвования другая, это покорение, покорение Богу, когда ты не понимаешь, покорение как проявление твоей веры, об этом Бог вообще во все книги Исаии, Он и про пост говорит, вы тоже поститесь, чтобы волю вашу исполняетесь, молитесь, чтобы тут по-вашему было, но суть ведь настоящей молитвы, да будет воля, вот суть молитвы, вот суть жертвы, мы приносим Богу, потому что мы верим, даже когда все не так, когда мы ничего не понимаем, когда мы многое не знаем, но мы проявляем свою веру, потому что Он Творец, а мы Творение, и мы знаем, что Бог все обернет ко благу, даже если нам кажется, что потеряно будущее, Исаак, нет, смысл жить бывает, нет, ради чего-то что-то делать, нет, и вот когда все вот в этом непонимании, незнании, вот тогда и открывается эта истина истории о живоприношении Авраама, эту историю мы видим и Рембрандт переживал, и Серен Киркегор переживал, вы что думаете, избежите этого, что ли? Нет, от нее можно спрятаться в эту логично разумную веру, а можно принять веру Божью, вера, которая доверяет Богу, всегда и при любых обстоятельствах радуется всегда и при любых обстоятельствах, хранит мир всегда и при любых обстоятельствах, потому что Он превыше ума. Давайте сейчас закроем глаза и склоним головы. Дорогоценно, я очень люблю каждого из вас, но несопоставимо больше каждого из вас любит Бог. хотя нам по жизни кажется, что все не так. Нам кажется, что это неправда, потому что наш разум не может многое ни понять, ни принять, ни согласиться. Мы боремся с Ним, мы пытаемся из веры сделать человеческую логику там. При всей важности принципа сеяния и жатвы, воздаяния, будущности и надежды, вера незоизменима больше этих принципов. Это лишь одни из грани жертвы. Но вера идет намного глубже и жертва намного важнее. Я абсолютно убежден, мы никогда умом до конца не постигнем смыслы жертвы. В этом и есть вера. Мы верим и мы жертвы. Даже порой тем, что люди объяснить никогда не смогут, никогда не смогут понять. И это вообще не про финансы речь, и не про имущество, и даже не про материальное богатство. Всемогущий Господь, спасибо тебе за каждого моего брата, спасибо тебе за каждую мою сестру. Я молю Дух Святой, касайся их сейчас. Когда мы проходим через это сложнейшее время, может быть, самое сложное в нашей жизни, самый сложный год, мы знаем, все не случайно, все от тебя, Господь, и ты проводишь нас. И я молю тебя, мой Божий, чтобы в это время наши сердца не охладели, не разочаровались, не поддались смятению, чтобы горечь не отравила нас, Господь, но чтобы мы доверяли тебе всегда и во всем, понимая и не понимая, ведая и не ведая, видя и не видя, Господь. Вера это уверенность в невидимом. Я молю, укрепи сердца, я молю, укрепи души, укрепи во имя Иисуса Христа. Коснись, Господь, коснись, коснись, Господь. Вершины веры намного выше любых вершин разума, глубины веры намного глубже любых глубин философии. И постигается это не умом, но нашими сердцами, Господь, когда наши сердца соединяются с Тобой. Наполни сердца, Господь, чтобы проходя через тяжелое время, как Иов проходил. Мы учились не только слышать о Тебе, а видеть Тебя. Видеть Тебя, Господи, видеть Тебя, Боже. видеть Тебя, Господь, укрепи. Укрепи тех, кому трудно, укрепи тех, кто чувствует себя одиноким, укрепи. Аллилуйя, 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 Иисус. Слава Тебе, Господь. Укрепи, Господь, тех, кто пережил потери в последнее время и не видит никакого смысла в этом, не понимает почему, не знает, что дальше делать. Коснись, Дух Святой, укрепи этих людей сейчас. Пусть им Ты откроешься. Не богословие, не религиозная философия. Ты откроешься. Твоя Слава, Твоё присутствие. Даже во тьме можно видеть Твой свет. Можно радоваться всегда, как писал апостол. Аллилуйя, Аллилуйя, Господь. Укрепи, 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 укрепи. Дорогие, давайте будем закрытыми глазами сейчас. Склоните голову закрытыми глазами. У меня в сердце есть такое. Я знаю, что здесь есть люди, которые в последнее время у Вас были большущие потери. Я хочу помолиться за Вас сейчас, особенно за укрепление Вашей веры, за укрепление Ваших сердец. Если это Ты, то просто подними руку, я хочу помолиться сейчас. Вижу, вижу руки. Да, вижу, вижу руки. Я также знаю, что те, кто смотрит это онлайн, тоже Вы многие пережили какие-то большие потери в жизни. Я хочу за Вас особенно помолиться. Дух Святой, коснись сердец людей. которые в последнее время пережили утрату, потерю. Возможно, боль до сих пор не исцелена. Коснись, Дух Святой, прикоснись к их душам, прикоснись к их сердцам, наполни их, Божие, Твоей любовью, Твоей верой, которая превыше ума, превыше наших пониманий, превыше настоящего и будущего. даже если нам кажется, что смысл потерян, это лишь кажется. Когда кажется, что все бессмысленно, это лишь кажется. был смысл даже в том, что сделал Аврааму. Смысл проявился спустя две тысячи лет. Точно так же мы верим тебе, Бог, ты все, абсолютно все, не только хорошее, все обернешь ко благу. когда мы будем доверять тебе и полагаться на тебя. Слава тебе, честь и хвала. хвала. Исцеляй сердца людей сейчас, исцеляй сердца тех, кто смотрит эту трансляцию, касайся Духа Святой, исцеляй, мой Боже, не воинством, не силой, но Духом Твоим, Аллилуйя, не по нашим заслугам, но только по милости и благодати. Аллилуйя, Иисус! Слава Тебе, Иисус! Аллилуйя, 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 Иисус! С помощью платежного сервиса «Рабокасса» ввести сумму и выбрать любой из предлагаемых способов оплаты. Способ второй. С помощью QR-кода, который также размещен на сайте церкви в разделе «Поддержать нас». Способ третий. Через сервис «Сбербанк онлайн» в разделе «Оплата услуг» набрать церковь «Новая жизнь» города Екатеринбурга. Реквизиты и полное наименование получателя встанут автоматически. Вам необходимо будет внести вручную сумму и назначение платежа. Пожертвование на осуществление уставной деятельности. Большая просьба. Точно указать именно такое назначение платежа. Способ четвертый. Любым другим безналичным способом по реквизитам, указанным на сайте церкви newlife.ru в разделе «Поддержать нас». Если у Вас возникают вопросы о способах пожертвования, Вы можете задать их по телефону 8 912 22 333 02. Пожалуйста, не используйте этот номер телефона для перечисления средств. Он предназначен только для информации. Продолжение следует... Продолжение следует...